Друзья, привет! Это продолжение предыдущего видео, в котором мы смотрели выступление Роджера Уотерса на заседании Совета Безопасности ООН. В этом видео мы посмотрим выступление Василия Небензи на этом заседании. Но вначале я хочу напомнить, что полная версия заседания есть у меня на Бусти, в открытом доступе. Ну а сейчас, без лишних слов, Василий Небензи. С момента нашего последнего заседания на тему поставок западного оружия Украине в декабре запрос на поиск мирного решения украинского кризиса среди стран-членов ООН, да и в целом среди мировой общественности, значительно вылез. Хотя в зале сегодня этого незаметно. Почему-то на это заседание не запросились страны ЕС, которые обычно не упускают возможности посвятиться на экране своих домашних ТВ. Видимо, объяснение этого в том, что тема мира их вообще никак не интересует. Мы с вами только что услышали пронзительный анализ происходящего со стороны Роджера Уотерс, одного из видных активистов современного антивоенного движения. Господин Уотерс последовательно выступает против войны, насилия уже несколько десятилетий. Этой темой пронизаны его известные во всем мире песни. И тот факт, что он захотел выступить перед нами, свидетельствует о крайней обеспокоенности международной творческой интеллигенции, да и вообще людей. Куда движется наш мир? На наш взгляд, у господина Уотерса и его коллег есть все основания для беспокойства. И дело даже не в признаниях политиков, вроде министра иностранных дел ФРГ Анна Лены Бербак, о том, что НАТО воюет с Россией в проксе войны. А так оно и есть. И не в новых призывах ряда русофобствующих политиков нанести России стратегическое поражение, которое, как мы все понимаем, сама по себе Украина нанести не в состоянии. Проблема в том, что рычаги, способные повлиять на поиск мирного решения конфликта вокруг Украины, оказались в руках западных оружейных компаний и корпораций. Они, как это вы прекрасно понимаете, последние из тех, кто заинтересован в мире. На попавших в интернет пригласительных билетах посольства Украины в США на прием в декабре 2022 года по случаю 31-й годовщины со дня основания Вооруженных сил Украины размещены логотипы четырех американских компаний ВПК, спонсоров приема. Нортруп Граммон, Рейсион, Прэттен-Витни, Прэттен-Витни и Локхид-Маркин. Чем же государство Украина так обязано этим частным компаниям, торгующим оружием? Одной артиллерийскими боеприпасами, другой ПЗРК «Стингер», третий печально известный «Мехаймерс». Благодаря непрекращающемуся конвейеру поставок и новым заказам, только за последние три месяца 2022 года акции этих корпораций показали рост свыше 20%. Кроме того, у американских гельцов появился настоящий полигон для испытаний вооружений, где ценой жизни россиян и украинцев новые виды оружия проходят испытания, модифицируются и улучшаются. Как же оружейникам отказаться от возможности таких барышей? Тем более, что выделенные США и Украине миллиарды долларов даже не покидают пределы США, а направляются напрямую подрядчикам из военных компаний. Об этом на днях заявил племянник бывшего главы Белого дома Джона Кеннеди, юрист и политический деятель Ромберт Кеннеди. Примерно так же обстоят дела и у других основных поставщиков вооружения. То есть, иными словами, западные страны нашли предлог для существенного увеличения своих оборонных бюджетов и доходов собственных оборонных компаний. В итоге Украине поступает, как правило, устаревшее вооружение, которое перемалывается российской армией. А армии стран НАТО модернизируются, и западные оборонные предприятия получают сверхприбыли, убаюкивая налогоплательщиков необходимостью помощи Украине. А Польша и Чехия становятся для нее ремонтными военными центрами, и по данным Wall Street Journal, также получают от этого огромные доходы. Не отстают и бывшие нейтральные государства. Так, 2022 год стал одним из самых прибыльных для швейцарского ВПК. Только за его первое полугодие экспорт достиг 517 миллионов швейцарских франков. Чтобы не упустить такой доход и приумножить его, в парламенте этой страны рассматривается инициатива разрешить третьим странам реэкспортировать вооружение швейцарского производства по истечении 5 лет после его покупки. В этой погоне за прибылью современные швейцарцы явно не отстают от своих предшественников 80-летней давности, когда швейцарскими зенитными системами и пушками «Эрликон» были вооружены ПВО и ВВС Третьего рейха, и милитаристской Германии, и осуществлялась бесперебойная поставка боеприпасов к нему. Вот такой прагматичный нейтралитет. Одним словом, оформилась бизнес-схема, в которой Украина играет роль ЧВК. Задача наших бывших западных партнеров – заставить ее протянуть в таком режиме как можно дольше, не считаясь с потерями ВСУ. Коллеги, я оставляю за скобками моральную сторону этой истории. Мы знаем, к сожалению, что ни морали, ни совести у стран коллективного Запада давно уже не осталось. Да и что тут говорить, если нынешний киевский режим – это ручной проект ряда западных стран, реализуемый как минимум с 2014 года в конкретных геополитических целях для ослабления и подрыва России. Я также не хочу, чтобы кто-то сводил наше сегодняшнее выступление исключительно к призыву остановить, пока не поздно, поток западного оружия. Хотя это важно, прежде всего, для самой Украины. Мы прекрасно понимаем, что пока киевский режим полностью не оботкрутится на поле боя, этот поток не иссякнет. Если сначала специальной военной операции год назад мы уже выничтожили более 7,5 тысяч, имевшихся у Украины или поставленных ей танков, то 100, 200, 300 новых танков по году, что называется, не сделают. Я хотел бы еще раз отметить, что Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт, не только предоставляя оружие и разведданные, но и посылая наемников и военнослужащих, без которых эксплуатировать некоторые западные вооружения Киев попросту не может. А в ряде наиболее русофобских столиц, где чувство реальности потеряли еще задолго на нашей специальной военной операции, вообще призывают ради спасения Украины ввести туда войска НАТО или же использовать приграничную НАТОвскую военную инфраструктуру для операций против нашей страны и ее союзников. Господа председателя, я не буду сегодня детально затрагивать тему распространения, расползания перепродаваемого украинского оружия по всему миру. Об этом мы подробно уже говорили. Сейчас эти сюжеты пытаются активно замести под ковер, даже дабы не будоражить общественных западных государств. Но это не значит, что проблема решена. Наоборот, она лишь разрастается и приобретает все более уродливые очертания. Достаточно напомнить признание президента Нигерии о том, что оружие из Украины стало регулярно попадать в террористическим группировкам Сахири. Упомяну лишь об ответственности стран-поставщиков дальнобольной артиллерии и ракетных систем за гибель мирного населения Донбасса, проживающего там, куда раньше артиллеристы ВСУ не дотягивались. Все эти факты нами фиксируются, и от наказания за эти преступления все причастные не уйдут. Хочу также упомянуть и об общей ответственности западных кураторов киевского режима за практикуемые их подопечными негуманными методами введения военных действий и выпиющих нарушений МГП, отпыток военнопленных для размещения систем ПВО в жилых кварталах. Буквально на днях, например, по украинским новостям с бравурными комментариями разошлись кадры применения ВСУ боевых отравляющих веществ. Наши компетентные органы в настоящее время проводят проверку данной информации. И хотя не далее, как вчера, в этом зале наши бывшие западные партнеры били себя в грудь и заявляли, что не допустят применения химаужей кем бы то ни было, не сомневаемся, что это очередное военное преступление режима Зеленского они оставят без внимания. Таковы двойные стандарты сегодняшнего Запада. Сейчас же наши западные коллеги примутся рассуждать о том, что у них, дескать, нет иного выбора, кроме как помочь Украине защитить себя. Утверждать, что в ином случае стране якобы грозит уничтожение и деукраинизация. Хотя таких целей мы никогда перед собой не ставили. Я надеюсь, что с учетом недавних признаний господ и госпож Меркель, Оланда, Джонсона и Порошенко о том, как западные страны, прикрываясь Минскими соглашениями, 8 лет вооружали Украину и готовили ее к войне с Россией, подобные утверждения никого не смогут ввести в заблуждение. Мы сделаем так, что никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку. И никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев. И это должно быть основой для договоренности. А так называемые формулы Зеленского являются просто насмешкой над понятием мирного плана. Благодарю вас.